Еще в 2015 году на совещании с министром строительства Московской области за круглым столом в администрации озвучивались конкретные сроки окончания проблемного строительства в 8 микрорайоне. Три корпуса от застройщика СУ-155 готовились к сдаче в третьем квартале 2017 года. Но это на бумаге. По факту жители продолжали бить тревогу, штурмовать соцсети, в том числе и страницу депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Оксаны Пушкиной. Народная избранница прибыла в Одинцово, чтобы разобраться с ситуацией. На встречу были приглашены представители инвестора, застройщика Одинцовского водоканала, теплосети и водостока. Задача – обозначить точные сроки сдачи объектов. Мы получали большое количество обращений от жителей, которые стояли в программе переселения. И так как шли разрозненные ответы от застройщика, от банка, от администрации, появилась некая каша, так скажем, и по срокам, и по тому, какие корпуса будут водиться, и по коммуникациям, и по переносу ЛЭП. В ходе совещания Андрей Иванов дал поручение Банку российских капитал, который финансирует строительство, сократить сроки по воду трех проблемных корпусов в эксплуатацию. Пайщики обратились с просьбой обозначить четкие даты окончания работ, составить дорожную карту по каждому объекту, а также инженерной инфраструктуре. Этим займется застройщик компании «Триумфальная арка». Наша просьба основная и главный итог этого совещания, мы просим разработать графики с разбивкой по неделям или по декадам, с указанием конкретных видов работ, чтобы все видели, все понимали и могли отслеживать. И, собственно говоря, еженедельно проводились совещания рабочие на штабе достройки, ежемесячные совещания здесь, под вашим руководством. И эти графики, да, общий срок был рассчитан, исходя из нормативного срока, который установлен строительными нормами и правилами, чтобы был контроль. Застройщик доложил, корпусы номер 2 и 27А готовятся к вводу в эксплуатацию в конце декабря 2017 года. В феврале 2018 компания приступит к выдаче ключей. А пока каждую неделю в штабе строительства будут проходить совещания, присутствовать на которых могут пайщики. Своевременное информирование о состоянии дел на стройке должно стать важной составляющей в благополучном решении вопроса. Если надо, если будут люди обижать, я с ними встану и буду, так сказать, выяснять отношения со своими коллегами. Вот сегодня не пришлось этого делать, потому что мы команда. Здесь хорошая команда очень. Здесь рабочие, реальные ребята такие, они пашут. Много будет вопросов, связанных с передачей самих квартир, с передачей ключей, оформлением. И эти собрания, где будут проводиться консультации, такие правовой ликбез, мы наметили на январь месяц. Договорились с жителями, чтобы не было этого вакуума, встречаться не реже одного раза в месяц. Проговорили день в штабе строительства, когда могут приходить жители смотреть и отслеживать выполнение работ по графику производства работы. Это будет среда, после 16 часов. И по необходимости мы можем собираться экстренно на штабе строительства, если от инициативных групп будет такая информация. Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина поддержала жителей в их стремлении скорее въехать в приобретенные квартиры. Глава Одинцовского района Андрей Иванов наметил следующую встречу на середину января. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.